Потом передумываю, поэтому я прочту только одно длинное стихотворение, нет, два, а дальше буду читать короткие. Итак, стихотворение, просто вот так получилось сегодня, называется «Стихи про деньги». Ну, конечно, лучше стоять. Стихи про деньги. Жизнь стала обычной, и я разучилась мечтать на неопределённое время. Жизнь стала обычной на неопределённое время, и я разучилась мечтать. Запахи и цвета остались теми же, но значит уже другое. Запахи и цвета значит уже другое, но остались теми же. Шуршат бумажки денег, цвета осени, неразменные и несущественные. Шуршат бумажки осени, цвета денег, 5 тысяч 100 рублей. Этим летом водились зелёные, лёгкие, ежедневные, как старые электрички. Тем летом я послала стихи про тысячу рублей, грова и кастрюльки. Теперь электрички серые, как самолёты, и стоят почти столько же. Теперь электрички серые, как мониторы дождя, как понятийные аппараты. А вот тебе и реальность, ароматная, как конфетка, из фильмов по шварцевой сказке. А вот напиши стихотворение хотя бы про музыку. Жара на коте, в одной взглад шёрсть ерошится. Ширится шар небесов в очах. И попробую специально сидя, у меня был первый опыт чтения стоя, прочитать стихи из цикла «Антифларф». Значит, «Фларф» – это, как мы понимаем, поэзия, которая появляется из разного мусора в интернете. А «Антифларф» – это поэзия, где авторская речь непонятнее, чем то, что найдено в интернете. А в интернете найдены, соответственно, какие-то более или менее малоизвестные произведения классических поэтов. Называется, в этих стихотворениях написано пока три, по году создания текста, который послужил основой для задействований, для заимствований. И, соответственно, сейчас тут звонок отзвонит телефону. Соответственно, первая из них называется «1866». «Цуй-чуть-чуть-чуть-чего, с коровы роковой колокола тебе на око, так ешь фон дня, пей-тан». В этом ласковом сиянье, в этом небе голубом, есть улыбка, есть сознание, есть сочувственный прием. В тексте задействована шестая стихотворение Тютчего «Небо бледно-голубое», написано в 1866 году. Второе стихотворение называется «1908». «Так и чей там датель по ту сто стран по губам проводит бульонным кубом, и почем в гекотомбах ему гекуба и гертруда генриха вна Бертран? Даль редактор, как доктор блед, ним лукают луком, как было немным, бытие было бы беспроблемным. Я писала стих и сожгла обед». В тексте задействована первая строка стихотворения Хлебникова «Небо бледно-голубое», написано в 1908 году. Соответственно, у вас вот началось с Хлебникова. И, по идее, моё выступление, наверное, им и заканчивается. Третье читать не буду, я устану очень от этих действий. Даже попробую поближе к микрофону, очень неразборчиво получается. Так, что-то ещё, прочесть ещё ближе к микрофону. Ну, просто, чтобы все читали ближе к микрофону. Так, а меня тоже было бы слышно? Ну, немножко невнятно получается, да. Ага, значит, лучше вообще-то, говоря, не специально понять, лучше вообще вот так сидеть, что-то? Вот так лучше, наверное, да? Так лучше, значит, придётся сидеть вот так. Валерий Шубинский.